Гаишников закрыл бы сразу. Беспредел, конечно, они вытворяют, потому что уже вообще хамили, уже камерами все обвешивали. Ну невозможно, понимаете, когда у меня машина, и у всех машина, не та машина, которая была, допустим, шестерка, потому что я знаю, что такое на шестерке ездить или там на новой инфинити. Ну для шестерки 60 км в час это действительно просто безумная скорость, было разрешено. Ну для новой мерседеса или инфинити 60 км в час это вообще не скорость. И когда сейчас ты должен заставлять тебя по ровной, длинной дороге, вот идеальной, ехать 60 км в час, ну ребят, ну ни одни нервы не выдержат. Конечно, ты поедешь 80 там, как минимум. Ты даже не будешь думать, что будешь ехать 40. И тебя камеры-камеры, они ну просто обложили уже. Я бы запретил уже грабить народ в первую очередь. Понимаете? Любыми способами. Вот этими налогами тупыми. Да, мы сейчас, извините, конечно, поддерживаем малый бизнес, а по факту мы вводим такие налоги, что... Я выхожу из подъезда, там в цветочный магазин, говорю, боже, какой у вас маленький цветочный магазин, шикарный, малый бизнес, девушка с любовью. Так все делает, цветы прямо замечательные. Говорю, ну придется закрываться, говорят, налоги такие вводят, что я не знаю, как с этим бороться. Понимаете? Ну как? Ну все, опять же таки, все как-то идет глобализация, и людям закручивают обычным краны. В первую очередь я бы позволил людям дышать элементарно. Просто заниматься делом, быть счастливыми, от собственного труда получать удовольствие. Как бы перестать их обкладывать, наказывать, карать всевозможными методами. Ну там, ну выпил за рулем, допустим, сейчас законно. Ну ты не убил никого, не переехал, ну давай мы тебя там, я не знаю, там действительно, ну прав там лишим, или еще что-то. Но как бы лишать человека свободы, там просто за водку, которую вы сами продаете, я считаю, что это уже перебор. Мое личное мнение.